МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Продолжает эфир информационная программа телекомпании Город. Время говорить. Главные темы сегодня. Несвященный огонь. Почему жгут в церкви в Татарстане? Они доверяли почте России. Наркоторговцы пользовались услугами почтенного ведомства для проворачивания темных делишек. Учения идут на московской трассе. Оперативные службы эффектно отрабатывали взаимодействие в условиях крупного ДТП. А теперь обо всем подробнее. Сегодня российский президент Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Как раз в 20-летний юбилей Конституции России. Принята она была в 1993 году, когда, если кто не помнит, осенью случилась кровавая стычка между силами президента Ельцина и сторонниками парламента. Власти рвали с помощью автоматов и танков. Городские бои были намного масштабнее, чем во время Путчи 91-го года. Все как в учебниках истории или криминалистики. Сперва вместе захватывали власть, потом начали делить. Причем делить, как настоящей бандитской разборки 90-х. С выстрелами, кровью, гибелью людей. Об этом нынешние лидеры вспоминать не любят. Потому как главным образом выросли из рядов победивших. Но было. Было. Конституция 93-го прописывает наши основные права. На бесплатное образование, бесплатную медицину, бесплатное жилье. Права-то есть. Но кто из простых россиян сейчас их готов подтвердить? Многие ли скажут, я получил бесплатное жилье? Или бесплатная квартира гарантирована моим детям? Что касается бесплатного образования. В этом феврале на Всероссийской педагогической конференции реформа образования «Миф и реальность», которая прошла в Москве, были озвучены тревожные цифры. За последние три года количество бесплатных мест в вузах сократилось на 25%. На четверть. Тенденция к сокращению продолжается. И этот факт нельзя не признать. А уж о бесплатной медицине, кажется, уже и говорить-то перестали. К нам в редакцию обратилась мама 26-летнего Павла Живилова, Лариса Николаевна. Она работает учителем. Обратилась с бедой. Павлу требуется тяжелая операция по пересадке костного мозга. Нужны деньги – 200 тысяч рублей. Откуда, с каких миллионов рязанская учительница может попытаться спасти сына? Где она, та бесплатная медицина? Павел Живилов лежит в московском стационаре. Каждый день там обходятся в 5 тысяч рублей. Где их брать? А деньги на поездки, на проживание в Москве, на еду, в конце концов. Сейчас рязанские учителя и воспитатели детсадов всем миром собирают средства на лечение Павла. Отдают из худеньких своих кошельков отнюдь не лишние для самих рублики. Внизу вы видите номер телефона. По нему можно связаться с Ларисой Николаевной Живиловой. Попытаться хоть как-то помочь рязанской учительнице, Которое целое поколение школьников поднимало. Уму-разуму учило. К другим темам. Сегодня мы получили комментарии представителя рязанской епархии По поводу пожаров в православных храмах Татарстана. Напомним, несколько поджогов церквей сейчас расследуются как теракты. Вот мнение по поводу происходящего нашего эксперта, отца Павла Конькова. Когда говорили о том, что все может существовать мирно и все могут существовать мирно, Это, к сожалению, оказалось только словами. На деле люди не готовы соседствовать мирно с человеком иного склада ума и иных жизненных ориентиров. Носители традиций не могут следовать своим традициям, Поскольку все, кто исповедует традиционная религия мира, Все исповедуют терпимость. И должны эту терпимость проявлять в своей жизни. Если этого не получается, И, как показывает практика, Люди, к сожалению, не могут себя сдержать, Не могут искоренить то зло, которое есть внутри, Получаются подобные конфликты. И решением здесь может быть только одно. Если человек считает себя действительно верующим, То тут нужно ни в коем разе не решать, Как-то это на уровне государственном, А нужно все решать на уровне своего собственного сердца. Если человек чувствует в себе излишнюю агрессию, Излишнюю тревогу, излишнюю злость, Ни в коем разе нельзя выплескивать ее наружу. Если мы на улицах города остановим 100 человек, 90 из них скажут, что мы верующие люди. Я надеюсь, что конфликты будут исчерпаны Не только с государственной стороны, Но и со стороны самих людей, Самих носителей разных культур. Сегодня прошла информация, что поджигателей церквей в Татарстане все-таки поймали. Это пятеро жителей Чистополя в возрасте от 22 до 35 лет. Все они оказались исламистами. Также сегодня стало известно, Что региональным антинаркотическим ведомством завершено расследование 11-томного уголовного дела, Целого криминального романа, О деятельности двух приятелей-рязанцев, Которые накрыли сетью дурмана практически всю Россию. Год назад полицейские задержали одного из деятелей, Который готовился отправить по почте Больше полкило искусственного гашиша В далекий солнечный Магадан. Так что нашей почте вполне доверяют даже рисковые люди. Оказалось, что взяли только исполнителя, Который за свою долю малую отправлял посылки. Кроме того, как выяснилось позже, Он самостоятельно подрабатывал торговлей курительными смесями. Наркокомандира, объявленного в федеральный розыск, Взяли уже в этом году. Оказалось, наркотики к нему поступали из дружественного Китая. Ядовитых посылочек криминальные друзья-приятели Отправили, судя по документам, далеко за 200 штук. Сейчас уголовное дело направлено в суд. Наркобизнесменам грозит до 20 лет отсидки. Под амнистию, которая вот-вот грянет, Друзья вряд ли попадут. Сегодня на московской трассе, В районе поворот на Рыбное, Водители с тревогой лицезрели Раскуроченные машины, пожарные авто, Непосредственно сам пожар, Множество спасателей, дорожных инспекторов И даже самого заместителя, Председателя регионального правительства Шауката Ахметова. О том, в чем собственно было дело, Рассказывает Оксана Тебенихина. И все-таки это были учения. И слава богу, отрабатывалось взаимодействие Между оперативными службами При масштабном ДТП. Управление, ГИБДД, полиция, Скорая реанимация и собственно МЧС Работали слаженно, без промедлений. Из горящих автомобилей достали Пострадавших в виде манекенов. Огонь ликвидировали, Последствия аварии устранили. Кстати, чтобы попавшие в гущу событий Ни в чем не повинные водители Не потеряли слишком много драгоценного времени, Было организовано реверсивное движение. В общей сложности на всю основную часть операции Ушло менее 10 минут. ДТП, который мы сегодня попытались показать, Может случиться на любом участке дороги. Тем не менее, совместно с МЧС Мы отрабатываем сейчас систему взаимодействия Для того, чтобы практически в любом месте Мы могли оперативно развернуть Те средства, которые сегодня показывают Для того, чтобы принять самое активное участие При ликвидации последствий ДТП Или создать усовь участникам движения В случае возникновения длинных заторов. Сегодня после реконструкции и ремонта Открылся операционный зал Межрайонной налоговой инспекции номер 3. Специалисты обещают, здесь не будет очередей, Поскольку организация работы и оборудования Отвечает самым современным требованиям. Ну, поглядим, поглядим. Открывал офис вместе с налоговиками И гостями Глеб Галушкин. Работники Межрайонной налоговой инспекции номер 3 Говорят, что ежедневно этот операционный зал Сможет обслуживать более 600 налогоплательщиков. Зал оснащен девятью окнами для приема граждан, Электронной системой управления очередью, А также информационными стендами. Рязанские налоговики открыли операционный зал В преддверии января, когда наступает пик подачи отчетности. Этот зал суперсовременный. Он позволяет обслуживаться налогоплательщикам в девяти окнах. По всем вопросам, которые касаются налогоплательщикам. Здесь есть электронная очередь. Здесь сделано все для того, чтобы налогоплательщику было удобно получить ответы на все, касающиеся вопросы. Пока рязанские налоговики празднуют новоселье, Полицейские навещают, так сказать, контингент. Силовики проводят рейды по проверке того, Как себя ведут и чувствуют ранее судимые горожане. В преддверии новогодних праздников сотрудники рязанской полиции проводят рейдовые мероприятия, Направленные на обеспечение общественного порядка и профилактику уличной преступности, Квартирных краж и других криминальных проявлений, Чтобы праздничные дни для рязанцев прошли как можно более спокойно и безопасно. Также полицейские продолжают проводить внеплановые профилактические рейды по ранее судимым гражданам. В этот раз взор закона пал на нехорошие квартиры в Октябрьском районе. Саша, а ты работаешь сейчас в день, нет? Да. А где работаешь? Грузчиком. Ну где? В магазине. В каком? В Дикси. А что сегодня не на работу? Отпросился. Узнаем их быт, чем занимаются, чем живут, имеются ли краденые вещи в квартирах, Ну и на полезные информации, необходимые для раскрытия ранее совершенных преступлений. На сегодня все. Завтра подведем итоги уходящей недели. В том числе мы рассчитываем на первый комментарий к президентскому посланию Федеральному собранию. А до Нового года уже меньше 20 дней. До встречи завтра, как обычно, в эфире телекомпании «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин